Парламентские выборы в Армении остались позади. Гражданский договор Никола Пашиняна одержал уверенную победу, набрав более 53% голосов избирателей. И это понятно. Его основные соперники, яро выступавшие вперед предвыборной гонки, давно сошли с политической арены в глазах армянского народа и не только. Что они сделали? Кочарян, Сарксян. Они в принципе долгие годы, да, улыбались Российской Федерации, говорили, что мы вечные братья и союзники. Но на самом деле именно в их правлении появились памятники пособникам фашистов. Именно они кричали тоже о реванше. Именно они, в их правлении, на территории Армении было построено более десятка лабораторий двойного назначения, спонсируемых американцами. Кочарян был своего рода кандидатом диаспоры, он был кандидатом армянского города, кандидатом, можно даже сказать, элит, да. А кандидатом глубинной Армении, глубинного народа, как сейчас иногда говорят, был именно господин Пашинян. Дело в том, что мы видим, что армянский народ не хочет воевать. Армянский народ не поддерживает реваншистские настроения, которые, в общем-то, высказывал, да, господин Кочарян. Кандидаты нереализованного реваншизма, постоянного тупика, ловушки и саморазрушения армянского народа. Роберт Кочарян и Серж Саркисян, принадлежащие к так называемому Карабахскому клану, за почти 30 лет пребывание у власти привели страну к политическому, экономическому, социальному краху. Именно в период руководства экс-президента в Армению покинуло более полутора миллиона граждан, а государственность оказалась под вопросом. Массовый отток населения пришелся на 90-е годы прошлого столетия. В 1992-1994 годах мы потеряли более миллиона граждан. С 1995 по 2001 годы из Армении эмигрировали около 600 тысяч человек. В целом за 30 лет около 1 миллиона 700 тысяч. Из них 1 миллион 200 тысяч эмигрировали в Россию, около 150 тысяч в США, столько же в Европу, остальные в разные страны СНГ и другие страны, от далекой Зеландии до Израиля. Политики и эксперты называют победу Никола Пашиняна триумфом здравого смысла армянского народа, который устал от уже обещаний, грабежа, унижения и полной изоляции от региональных политических и экономических процессов. У Никола Пашиняна появился мандат на то, чтобы приспосабливать Армению к постконфликтному периоду. И действительно, мы видим, что даже в Сенихской области Армении больше голосов получил именно Пашинян. В итоге сами армяне хотят Зангизурский коридор, хотят жить, а не воевать, зарабатывать, а не стрелять. Теперь Армении предстоит интеграция в региональные структуры, налаживание экономических и политических связей. А армянскому обществу очищение от той гиблой идеологии, которую они впитывали в себя на протяжении десятилетий. Россия сейчас, после победы Пашиняна, будет не то чтобы настаивать, но подталкивать Армению к постконфликтному регулированию. Очевидно, Россия не заинтересована в том, чтобы продолжался этот вялотекущий попытки реванша. Россия будет поддерживать Армению, но и подталкивать ее к интеграции, к возобновлению экономических и политических связей с государствами региона. Таким образом народ Армении сделал выбор между жизнью и смертью нации. А те громогласные заявления, так называемых политиков и представителей СМИ, подкупленных армянской диаспорой, ничего более, как видеоотчет за полученное вознаграждение.